газовая гангрена лекция синонимы клостридиальный миозид это полимикробная раневая анаэробная токсин имия с преимущественным поражением мышечной ткани и резкой общей интоксикации организма возбудитель носит название клостридиум то есть веретенообразный это говорит о том что микроб образует спору диаметр споры больше диаметра палочки по таксономии наиболее важна клостридиум перфрингенс на ее долю приходится 44 90 процентов всех возбудителей это крупные палочки клостридиум перфрингенс неподвижная в организме человека и животных образуют капсулу а вот во внешней среде все виды образуют споры микроб и является постоянным обитателем кишечника человека и животных грамм положительный культивирование облигатный или строгий анаэроб работу с культурами надо проводить по возможности в анаэробных боксах на среде кита тароце микроб дает равномерное помутнение с выработкой газа в агаре столбиком образуются колонии напоминающие диски токсины токсин возбудителя газовой гангрены это сильнейший биологический яд он термолебильный состоит из гемолизина некро токсина и летального токсина ферменты агрессии коллагеназа гиалуронидаза и лецитиназа эпидемиология может быть эндогенная инфекция после наркоза так как усиливается проницаемость кожи но все-таки чаще всего это раневая инфекция военного времени при экзогенном пути источником является человек и животное путь передачи непрямой контактный входные ворота раневая поверхность с инородными телами землей с обрывками одежды с осколками снарядов возбудитель проникает виде спор в рану но затем прорастает вегетативную форму и выделяет сильнейший яд экзотоксин способствующие факторы наличие размаженных мертвых тканей нарушение кровообращения переутомления пониженное содержание в тканях кислорода и тяжелые условия транспортировки в ранее возникает травматический отек при прорастании экзотоксина отмечается первая фаза это отек а вторая фаза наступает гангрена мышц и соединительной ткани возможны следующие клинические формы эмфизиматозная отечная форма флегмонозная форма и самая тяжелая путритная форма или зловонная она локализуется в области таза больной заживо гниет при этом случае плохой прогноз выздоровления инкубационный период составляет от двух до пяти дней в развитии болезни большую роль играет состояние реактивности организма иммунитет анти токсический лабораторная диагностика исследуемый материал кусочки некротизированных тканей раневое отделяемое отечная жидкость обрывки одежды перевязочный материал частицы земли первый микроскопический метод он ориентировочный второй бактериологический основной это выделение чистой культуры в три этапа с обогащением на среде кита тароцы третий метод реакция нейтрализации токсина анти токсином она основана на способности анти токсической сыворотки нейтрализовать экзотоксин объектом для постановки реакции служат белые мыши при заражении белых мышей внутри брюшина выживает только так мышь у который вид токсина совпадает с видом анти токсической сыворотки вот сейчас в эти дни в беруте произошел взрыв селитры погибло много людей пострадала центральная часть города у хирургов много работы люди пострадали они оказались под завалами и там работают бригады хирургов посланная из разных стран в том числе и из россии если больные доставляются в госпиталь с обширными ранами загрязненными почвой какие бактерии могли быть занесены в рану с почвой какие меры профилактики надо провести и если появляются первые симптомы какие препараты необходимо назначить для лечения бактерии это скорее всего кластридиум перфрингенс возбудитель газовой анаэробной инфекции для профилактики вводится столбнячный анотоксин и противогангренозный анотоксин для лечения вводится противогангренозная антитоксическая сыворотка лечение проводится хирургическом отделение при лечении очень важна правильная хирургическая обработка ран делаются лампасные разрезы которые способствуют аэрации раны для борьбы с вторичной инфекции применяются антибиотики благодарю за внимание